Здравствуйте! Вас приветствует служба информации городского телевидения. В начале выпуска коротко о главном. Представлен отчет контрольно-счетной палаты, обсуждены вопросы реализации программы безопасности дорожного движения, заседании комитетов Совета народных депутатов Майкопа, юбилейные медали, 70 лет победы, ветераны Великой Отечественной и церемония награждения во второй городской школе, спортсменки, активистки и просто красавицы. Конкурс «А ну-ка, девушки!» в МГТУ. На заседании комитетов Совета народных депутатов определена дата празднования Дня города. Планируется, что в этом году он будет отмечаться 5 сентября. Какие еще темы рассматривались в рамках совещания в нашем следующем материале. На повестке дня 12 вопросов, среди которых отчеты руководителей управлений администрации города. За 2014 год итоги деятельности подвели финансовое управление, управление имуществом и контрольно-счетная палата. Одним из вопросов в повестке дня о годовом отчете о деятельности контрольно-счетной палаты за 2014 год представлена полная информация о том, сколько ревизий, проверок, заключений было сделано работниками счетной палаты, какие нарушения были выявлены в ходе этих проверок, какая эффективность работы счетной палаты по проверке бюджетных средств на площадке города Майкопа была осуществлена. Депутаты с интересом выслушали эту информацию предварительную, обсудили на комитетах, эти материалы розданы, с ними мы ознакомимся до сессии. Те вопросы, которые возникнут в письменном виде, подадим в адрес представителей счетной палаты и на сессии получим уже акцентированные, точечные, углубленные ответы. Один из вопросов в повестке дня – обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании. Также на заседании рассматривался вопрос, касающийся порядка проведения конкурса на право установки и эксплуатации рекламных конструкций. Для того, чтобы разместить новую рекламную конструкцию, необходимо провести конкурсные процедуры. И почему мы вносим данные изменения? У нас изменился срок размещения рекламных конструкций. Если в таком ранее предусматривался пятилетний срок, то теперь возможно увеличить срок размещения рекламных конструкций до 10 лет. Договор заключается по результатам торгов по конкурсной процедуре. То есть можно было по аукциону, но ввиду того, что необходимо на центральных улицах дополнительные еще условия предусмотреть, чтобы конструкция была красивая, обеспечивался ее достаточный уход и так далее. На заседании комитетов депутаты рассмотрели и вопрос, связанный с определением даты проведения дня города. В этом году он будет отмечаться 5 сентября. В Майкопе прошло очередное заседание Центральной избирательной комиссии Республики Адыгея. На совещании определены итоги формирования резерва составов участковых избирательных комиссий в регионе. Награды благодарности от председателя Центра избиркома Российской Федерации получили лучшие из лучших члены местных организаций ЦЭК из всех районов республики. По данным статистики, контроль за избирательным правом граждан в Адыгеи осуществляется в полном объеме. Последние выборные кампании прошли без нарушений. Стабильностью отличается и явка избирателей. Реализация этих и других задач, отметили присутствующие на заседании, во многом зависит от рядовых членов избирательных комиссий. Не менее важно и знание избирательного права молодежи республики. Благодарственные письма за активную гражданскую позицию и участие в предметных правовых олимпиадах получили учащиеся майкопских школ. Также в рамках заседания были представлены итоги формирования резерва участковых избирательных комиссий. Списки составлены к своим непосредственным обязанностям. Сотрудники ЦИК смогут приступить уже в ближайшее время. Юбилейные медали «70 лет победы» в торжественной обстановке вручили горожанам, ветеранам Великой Отечественной войны. В этот раз участников боевых действий и тружеников тыла чествовали во второй городской школе. Ветеранов Великой Отечественной и тружеников тыла ученики средней школы номер 2 встречали дружными аплодисментами. На церемонии вручения памятных юбилейных медалей в учебное заведение пригласили больше 10 участников войны. Само мероприятие не случайно проходит в школе, считают педагоги. Патриотическое воспитание подрастающего поколения на этот раз проходит в режиме живого общения. Мы с большим удовольствием проводим сегодняшнее мероприятие. Оно действительно очень значимо, оно действительно торжественное и очень волнительное. Потому что для ветеранов это знак внимания, огромного внимания к ним. Сегодня их становится все меньше и меньше. И, конечно же, подобного рода мероприятия вдохновляют их. И они понимают, что, конечно же, они помнят, они их знают. И вот таким образом уделяют огромное внимание. А для детей это большой-большой воспитательный момент. Солдатам-победителям далекой и страшной войны уже за 90. Детям военных лет чуть меньше. Именно они обращались к собравшимся в зале с напоминанием. Такое не должно повториться. Как могли мы помогали фронту. Не было семьи, которая бы не коснула война. Медали, цветы и подарки ветеранам. Слава благодарности за боевой подвиг и ратный труд. Еще одно дополнение к признанию наградами. В актовый зал школы пригласили и старшеклассников. Ребята поздравляли ветеранов с предстоящим 70-летием Великой Победы. И желали главного – здоровья. Одиннадцатиклассница Мадина Харетлева знает военную историю не только из учебника, но и со слов своей бабушки. Выпускница считает, народ-победитель не должен забывать тех, кому он обязан миром. Для меня, как для представителя молодого поколения, очень важно это мероприятие в канун 70-летия Великой Отечественной войны вновь увидеть ветеранов. Поздравить их от души и от сердца. С улыбкой и слезами на глазах слушали ветераны песни военных лет в исполнении школьников. Праздничный концерт завершил церемонию награждения. Накануне празднования Дня адыгской письменности и культуры в Майкопе прошло заседание круглого стола с символичным названием «Национальная драматургия сегодня-завтра». К диалогу подключились деятели культуры, писатели и актеры. Каким должен быть театр? Какие темы он должен раскрывать в постановках, чтобы быть интереснее и понятнее современному зрителю? Какие подходы необходимо использовать в развитии национальной драматургии? Эти и многие другие вопросы участники круглого стола, точнее, деятели культуры, писатели и актеры обсуждали в деталях. Говоря о репертуаре национального театра, отмечено, важно, чтобы на подмостках были представлены произведения и именитых, и начинающих авторов, что в свою очередь позволит уловить веяние 21 века. Главная тема сегодняшней нашей встречи, нужно сказать, что она очень важным образом вписывается в ту стратегию, я хотела бы с точки зрения государства несколько моментов проговорить, в ту стратегию, которая обозначена с 2014 года на территории всей Российской Федерации в рамках перечня поручений президента России Владимира Путина. И перечень поручений в данном случае касается развития театрального искусства для детей и юношества. И нужно сказать, что в этой стратегии одним из ключевых пунктов, очень важным для всех для нас, обозначено развитие национальной драматургии на региональном уровне. Укрепление норм адыгского языка на театральных подмостках просто необходимо, считают участники круглого стола. В этом смысле со своей главной задачей – с сохранением и развитием родного языка Национальный театр Республики справляется в полной мере. И работа в этом направлении будет продолжена. В МГТУ прошел конкурс «А ну-ка, девушки». Участие в мероприятии приняли 9 команд из разных факультетов вуза. Для того, чтобы завоевать победу, участницам предстоит пройти спортивные испытания, конкурс красоты и кулинарного мастерства. В соревнованиях приняли участие девушки из всех факультетов МГТУ. Это 9 команд. Каждая участница конкурса необходимо пройти 7 испытаний. Девушки будут соревноваться и физически, и представлять свои наряды, и умелые руки, как мастера приготовления различных блюд. Надеемся, что мы совместим и воспитательную работу, и физкультурную работу, и познавательную. Студентки факультета информационных систем назвали команду «Пятый элемент». В жеребьевке им попалась пятерка. Да и выступить они готовятся только на пять. Хотя участвуют в таких соревнованиях впервые. Это мероприятие проводится у нас первый год. Я вообще учусь на втором, пусть девочки некоторые тоже, но это мероприятие только первый год. Поэтому у нас это все в новинку. Мы готовились, как мы говорим. Мы танцуем, мы торт мы приготовили, и дальше будем играть, и эстафета у нас будет. В общем, разноплановые девочки собрались у нас в команде. Победители конкурсов «А ну-ка, девушки» получат специальные кубки. В дальнейшем такие мероприятия в МГТУ планируется проводить традиционно, каждый год. Это была последняя информация о выпуске. Я прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова